Мои витания глядать с Киевом. Меня зовут Юлия Лутыненко. Я витаю вас из Киева. Витаю нашего гостя. Сегодня представлю вам Павла Латушка, дипломата, колышнего министра. Пана Павла, доброго дня. Во-первых, хай живе Беларуси, слава Украине. Живе вечно, героям славы. Доброго дня. Я хотела бы напомнить зрителям о вашей работе на посту дипломата, послава Беларуси в Польше. И как вы полагаете, какой должна быть реакция на заявление, время от времени появляющееся заявление Лукашенко в адрес Польши? То он Польша обвиняет в ее желании расчленить Украину, то он угрожает тем, что в минуту с минуту польская армия зайдет на территорию Украины. Говорит о ее кровожадных планах. И это выглядит весьма-весьма странно. Польша на это не реагирует, как на какую-то абсолютную нелепость. Но могут ли иметь последствия подобные заявления? Останутся ли они незамеченными и безнаказными? Ну, я думаю, что Польша не будет реагировать на подобные заявления Лукашенко, как и не реагировала ранее. Потому что это, знаете, как в той детской сказке, когда пастух пасвил коров и все время звал волков, чтобы из деревни пришли ему... Вернее, кричал волки, чтобы из деревни пришли ему на помощь. Но то же самое Лукашенко. Слишком часто он произносит эти тезисы, нарративы. На это уже просто никто не реагирует и даже не обращает внимания. Но Польша реагирует другим образом. Польша, прежде всего, была инициатором той встречи трех министров внутренних дел, соседних государств Польши, Литвы и Латвии, плюс Эстония. В ходе которой они фактически выставили ультиматум Лукашенко. В том случае, если Лукашенко будет дестабилизировать ситуацию на границе, направляя массово, системно, концентрированно нелегальных мигрантов или спровоцирует вооруженный конфликт на границе, в этом случае будут закрыты все пункты пропуска. Для нас важно, чтобы остались пассажирские пункты пропуска. И этот ультиматум ему был выставлен. Лукашенко в определенной степени даже начал реагировать. Количество мигрантов немного, но все-таки спало на польском направлении, на литовском также. А может быть, на латвийском там произошли инциденты на этой неделе. Так что Лукашенко нужно разговаривать языком силы, показывая только, что ты сильнее. И в этом случае он пусть даже в паблике будет говорить все, что угодно, но он будет вынужден подчиниться более сильному контрпартнеру, по крайней мере, реагировать на его действия. Так что я не думаю, что здесь последуют какие-то решения. Да, сейчас, конечно, идет избирательная кампания в Польше и правящая партия, которая сформировала правительство, оно в качестве один из стезисов выставило в предвыборной кампании. Это граница с Беларусью, это строительство этого заграждения, которое было построено. Поддерживаете ли вы необходимость этого заграждения или не поддерживаете? И здесь как раз-таки Польша говорит о необходимости увеличения мер безопасности на восточной границе. Для этого также и было направлено порядка 10 тысяч военнослужащих, полицейских к границе с Беларусью. И планируется также создать дополнительные воинские части. Лукашенко, конечно, это использует в качестве аргумента. Смотрите, они готовятся на нас напасть, они хотят откусить западную Украину, они хотят агрессию существовать в отношении Беларуси. Но понятно, что это все действия в ответ. То есть он как бы забыл первые страницы вообще всей этой истории о том, кто начал войну, кто эту войну поддержал в качестве своего агрессора. Я хочу напомнить зрителям, что как особо опасный военный преступник, Путин получил ордер от ГАГского трибунала. Лукашенко неоднократно поддерживает его и является, по сути, его сообщником. Но при этом подобного решения нет от Международного криминального суда. Как вы полагаете, почему Лукашенко не хочет остаться безнаказанным? Мы упорно этим занимаемся. Дело в том, что еще 8 мая этого года в Европейском парламенте мы сделали презентацию предварительного отчета по фактам незаконного перемещения украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. С 15 городов нами уже установлено оккупированных России. В Украине 6 мест, лагерей на территории Беларуси. Это более 2100 украинских деток. Это дети-сироты. В последующем, 27 июня, мы передали эти все материалы в Международный уголовный суд в ГАГе, прокурору Международного уголовного суда и в обязательном порядке генеральному прокурору Украины. Потому что это украинские дети. И здесь прежде всего должна получать информацию от нас, украинская сторона. Сейчас мы готовим вторую часть этого отчета, где уже раскрываются дополнительные лица, кроме самого Лукашенко. Лукашенко подписывал соответствующие документы в Москве. Резолюции подписывал именно в Москве по финансированию вывоза украинских детей с оккупированных территорий. Сейчас к этому добавляется ряд других организаций. К фонду Алексея Талая, к фонду Дельфины Волковой. Это россиянка. Такая организация, как Патриоты Беларуси. Кстати, сам Лукашенко уже признался в совершении этих преступлений публично дважды. В тот день, когда мы в ГАГу передавали материалы. И буквально недавно он сказал, что он по телефону договаривался с Путиным о финансировании. Сейчас, кстати, его посол в Москве буквально в пятницу сделал интересное заявление. Он подтвердил, да, мы вывозим детей в гуманитарные цели. И детей-сирот мы вывозим. И там все документы законные. Но не давала Украина на вывоз ни одного ребенка, который является сиротой. Согласие, значит, все эти действия незаконны. Это военные преступления. Оценка, конечно, прежде всего в руках прокуроров. Как они примут решение. Но по нашему мнению, по мнению юристов Народного антикризисного управления, которым я руковожу, здесь стопроцентное доказательство того, что Лукашенко совершает аналогичные преступления, как и руководство Российской Федерации. Кстати, наше последнее расследование показало, что часть детей также в последующем территории Беларуси было вывезено в Украину и было подвергнуто процедуре усыновления. Это очень важная тема. Я бы сказал, что ордер на Лукашенко – это не только вопрос, скажем так, ему сигнала. Это сигнал его окружению. Раз. Это геополитический сигнал. Потому что представьте себе, что сегодня существует ОДКБ. В этом ОДКБ два руководителя условно, потому что Лукашенко, конечно, узурпировавший власть лицо, имеют ордер на арест. Подозреваются, что они военные преступники. Какая перспектива ОДКБ? Боюсь, что здесь не очень радужная. Если мы посмотрим с вами Евразийский экономический союз, кто будет поддерживать отношения с Евразийским экономическим союзом, если там два представителя являются военными преступниками. И мы видим, как ведет себя Армения. Мы знаем, что также Таджикистан, если я не ошибаюсь, участник Римского статута Международного уголовного суда. А как себя поведет дальше Казахстан? Это разваливает эти интеграционные образования, созданные по инициативе России, и которые держатся на плаву только потому, что Лукашенко это поддерживает. И развал этих интеграционных образований является нашей стратегической целью и приоритетом. Это должно быть для всех нас. Вы помните, большевики говорили, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Нам сейчас нужно говорить, соседи вокруг России, объединяйтесь. И это могло бы очень серьезно помочь Украине как можно быстрее завершить войну и достичь той цели и освободить Беларусь от оккупации Российской Федерации. Так что это серьезная задача, и мы над ней, конечно, работаем. Мы не только по вопросу детей ведем эту тему. Это преступление против человечности. Следующая задача – это 136 тысяч жертв в Беларуси преступлений против человечности с мая 2020 года. И здесь мы надеемся на поддержку соседей. Вот у меня будут переговоры буквально завтра о передаче также соответствующего обращения в Международный уголовный суд и возбуждение уголовного дела уже за это, за эти преступления. Трибунал по агрессии – сложная тема. Мы знаем, Украина ведет эту работу. Мы также поддерживаем действия Украины, потому что это еще одно из направлений ответственности Лукашенко. Ну и на следующей неделе, кстати, я хотел бы обратить внимание, будет суд в Швейцарии по делу бывшего силовика Лукашенко Горавского. Это участник такого спецподразделения СОБР, которое занималось убийством известных белорусских политиков в конце 90-х. Это бывший министр внутрих дел Юрия Захаренко, бывшего вице-премьера Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского. Это прецедентное уголовное дело. И понятно, что Горавский дал показания сам на себя, но дал показания в отношении тех лиц, которые давали ему приказы. Он рассказал, как готовились и совершались эти убийства, куда пропали эти политики, вернее, где их в результате похоронили. Поэтому здесь это очень четкий сигнал Лукашенко. Лукашенко на сковородке, ему подгорает и летит со всех сторон. Ну, кстати, этот термин, статус уж как угодно назовите, самопровозглашенный президент, он весьма и весьма крепенько за ним закрепился, но его это никак не тяготит. Он продолжает в этом статусе самопровозглашенного президента вести встречи, встречаться с журналистами, отвечать на их вопросы. И складывается впечатление, что он добудет до конца своего президентского строка в этом статусе и, возможно, захочет переизбраться. Как вы оцениваете шансы Лукашенко стать вечно самопровозглашенным президентом отныне и на веки веку? Как нулевые. Он не может больше переизбраться и никогда не переизберется в Беларуси. Он может сфальсифицировать выборы. Понятно, что есть часть общества, которое поддерживает его до сих пор. Это дурманенная пропаганда российская, которая прежде всего смотрит российское телевидение, конечно, белорусское телевидение. Но я думаю, что здесь можно рассчитывать на 20, максимум 25% голосов, если же, конечно, это было бы демократическое общество, где существовала свободная СМИ. Я думаю, что этот процент бы равнялся действительно 3%. Саша 3%. Поэтому шансов переизбраться нет, но подтасовать он, конечно же, может. Но здесь, я думаю, что в любом случае у него ситуация определенного вызова. Путин в 2020 году поставил ему условия на транзит. И это условие он должен был реализовать, если я не ошибаюсь, к марту 2022 года. По крайней мере, такая информация поступала из различных источников. Лукашенко не сдержал слова. Может быть, война ему в кавычках помогла. Но я не думаю, что Путин снял эту тему с повестки дня. Поэтому Лукашенко инициировал создание так называемого Всебелорусского народного собрания. Это что-то такое особенное, беспрецедентное. Как говорится, Лукашенко любит выдумки непонятного характера. То есть у нас будет сейчас парламент, якобы парламент, будет верхняя палата парламента, нижняя палата парламента и еще Всебелорусское народное собрание сверху. Такая очень многоуровневая система управления. Так вот, упорно ходят слухи, что уже ремонтируется кабинет для Лукашенко в Минске, где он будет восседать как председатель Всебелорусского народного собрания. Но Лукашенко, он же хитер. Он никогда не ставит все на один сценарий, на один вариант. Поэтому это надо рассматривать как один из вариантов возможного перемещения его самого себя в кресло председателя Всебелорусского народного собрания. Возникает вопрос, кто же будет избираться тогда на выборах президента. И здесь могут появиться, как известные нам и обсуждавшиеся ранее кандидатуры, Качановой, председателя Совета Республики, второго лица по Конституции, который он дал статус. Так, возможно, и его сына, но не Коли. Возможно, Виктора Лукашенко. Лукашенко видел историю с Назарбаевым. И он понял, что эта история беспреспективна. То, что сейчас происходит в Казахстане, это высокие риски для него. Он не хочет их избежать. Но кому он захочет отдать в руки власть? Скорее всего, семье. Он может попытаться создать семейный клад. Но все это я говорю, конечно, как на определенной степени спекуляцию, как прогноз, может быть лучше не спекуляция, прогноз, который может иметь место быть. Но нужно понимать характер Лукашенко. Лукашенко, он не откажется от власти. Он хочет быть тем, кем он есть до последнего дня. И он будет делать все, чтобы остаться на этой должности. Поэтому он сейчас будет тянуть время, играть, заигрывать. Но он будет пытаться, конечно же, опять седать в этом кресле. Но выборов в Беларуси уже больше не будет при нем. Никогда. Ну, в любом случае, Путин и Лукашенко – это такая себе уходящая натура. Вот это представители партийной номенклатуры в некотором смысле. И тогда возникает вопрос. А лидеры нового поколения, кто станет, ну, условно, не знаю, там, новым Черчиллем, кто получит премию мира, кто вернет свободу и демократию в Беларуси, вот вы видите сейчас этот потенциал возможности для смены власти. Потому что даже ранний Путин думал о молодежном крыле своей партии. А сейчас вообще такой информационной повестки нет. Ну, я думаю, что новым Черчиллем на этот статус могли бы претендовать прежде всего президент Соединенных Штатов Америки Байден, президент Украины Зеленский, наверное, премьер-министр Великобритании, который уже, правда, ушел в отставку, да, но вряд ли кто-то может прийти к власти в Москве или в Минске и стать таким новым Черчиллем. Скорее речь идет о том, что, ну, что может быть в России, а может быть не настолько глубоко погружен внутри политическую тематику России, но там, возможно, передача власти осуществляется в направлении военного блока, силового блока. Это Россия всегда была модно, популярна и вообще по характеру, по своей ментальности. Русские это любят, чтобы какой-нибудь силовик там стоял, у них как бы в этом плане есть какой-то пиетет закодированный. Что касательно другого направления, это олигархи, конечно, здесь просто нужны деньги, чтобы победить в России на такой огромной. Поэтому здесь может быть такой симбиоз, военно-олигархический симбиоз передачи власти, если не произойдут быстрые революционные потрясения и вообще не изменят внутриполитическую карту в России. Что касательно Беларуси, я говорил, что Лукашенко, наученный сценарием Казахстана, будет пытаться, я думаю, если еще раз говорю, мы рассматриваем этот вариант, понимая, что до последнего он не захочет отдавать власть, все-таки я ставлю это как приоритетом, передавать власть по семейной линии, создавать такую клановость. Это, только это может гарантировать его безопасность, потому что в ином случае Лукашенко подлежит аресту, осуждению. Даже есть ордер, нет ордер, он будет, будет не по этому основанию, будет по другому основанию. Поэтому для него будет важна эта безопасность. Но понятно, что это не статичная ситуация, то есть мы рассказываем сейчас с вами такой пессимистический прогноз по Беларуси. Я убежден в том, что он оптимистический, потому что большинство общества не хочет этого сценария. И в какой-то определенный момент этот взрыв, накопленная критическая масса, она произойдет. Слишком много людей попало под репрессии, слишком масштабен объем уничтожения гражданского общества, бизнеса, всей сферы. Как бы кто-то скажет, ну и тогда откуда возродится, как говорится, пламя. Но это, еще раз говорю, это накопленная критическая масса в людях. Достаточно будет, ну условно говоря, каких-то событий а-ля Пригожин, внутри политических событий, когда люди выйдут и просто сметут эту власть. Любого, кто попытается сесть вместо Лукашенко по его указанию, как было в Румынии с Чаушесковым. Поэтому такой вариант я бы также не исключал. Давайте поговорим о результатах встречи лидеров Китая и России. Потому что Путин пытается создать вот новое, создать даже, я бы сказал, новый союз. Наверное, имеется в Северной Корее или Китая. И Северной Корее в том числе, да. У него такой был, я бы сказала, диктаторский марафон. Он со всеми встречался во Владивостоке. Кстати, хотя собирался в Китай полететь, поэтому помню. Как вы думаете, вот эти новые альянсы и союзы, они вообще возможны и какая их перспектива? Ну, мне кажется, сейчас мы с вами видим, что выстраивается такая серьезная ось зла. В их головах она как бы ось добра. То есть они там за справедливый многополярный мир пытаются выстраивать. Но эта ось зла, она выстраивается в Пхеньян, Москва, Минск, Тегеран, конечно же, в нее ходят. Это такой разлом цивилизационный. Это вопрос существования, сосуществования этих двух цивилизаций. Но эти цивилизации находятся, конечно, в головах у этих правителей. В России, возможно, это доминирующий фактор. В Беларуси абсолютно не доминирующий подход. Конечно, Северная Корея, тут вообще нечего комментировать. И Иран тоже, вы видите, в последнее время перманентные потрясения происходят. Поэтому тоже нельзя сказать, что эта ситуация статична или стабильна. Поэтому выстраивается такой разлом цивилизационный. И они заинтересованы в этом для того, чтобы сохранить прежде всего свою власть. Ведь в чем их мотивация? Мотивация – это личная власть, обогащение, деньги, власть. То, что их интересует. Что касательно Китая. Мне кажется, Китай в данном случае может быть таким наблюдателем внешнесторонным. Китай никогда публично не озвучивает свои планы, позиции, стратегии. Китай выдерживает паузу, смотрит, наблюдает сверху. И вот эта позиция сверху, мне кажется, она сейчас очень четко вырисовывается. С одной стороны, Китай же заинтересован в том, чтобы ослабла Россия, чтобы Китай стал фактически вместо России вторым полюсом против Соединенных Штатов Америки. То есть должна произойти такая замена. Место России этим полюсом становится Китай. Путин этому активно помогает, как может, старается, просто из всех сил, уничтожив полностью авторитет своего государства, дипломатии своей. Имидж просто упавший, валяющийся у ног. Поэтому Китай займет это место. Ну, Китай, конечно, тоже не хочу сказать, что получает экономические профициты от войны, потому что у них же тоже экономический рост замедлился. Поэтому ситуация неоднозначная в экономике. Ну, вместе с тем, я думаю, что Китай вряд ли будет присоединяться прямо к этой оси зла, но поддерживать будет для того, чтобы центры себя ослабили, чтобы войной высосывать как можно больше энергии, ресурсов, как у Европейского Союза, так и у Соединенных Штатов Америки, ну и, соответственно, у Российской Федерации. Ну, а он в этой истории выглядит как бы более сохранившимся, более подготовленным к мировому лидерству. А вот как вы считаете, вот эти лидеры глобального мира до начала войны в России против Украины принято было думать, что будущее за развитием технологии, что если войны будут, то скорее вот по части, наверное, там опережения каких-то разработок, и мы будем радоваться тому, как у наших там соседей это получилось или у нас получилось, да, а соседи будут восхищенно смотреть на нас. Но Путин смешал и спутал все карты. Вот это идеология войны, агрессии, ненависти. Ведь Путин сделал ненависть самым, как видно, сильным оружием, перессурив государство между собой. Как вы считаете, что важнее идеология и вообще нужна ли она лидерам глобального мира? И роль, кстати, Белоруссии, вот по части развития технологии, науки и научного прогресса. Что Лукашенко сможет предложить миру? Я думаю, что здесь будет ситуация развиваться по нисходящей, потому что вряд ли себе можно говорить о том, что технологии в этих государствах, такие как Северная Корея, Россия или Беларусь, имеют перспективу к развитию, когда они будут отрезаны от той части мира, где как раз-таки и создаются, и развиваются эти технологии. Давайте история же уже доказала на примере Советского Союза, который бил себя в грудь и говорил, что у них там самое-самое, что ни на есть современное во всем и вся. К чему пришел Советский Союз? Все-таки Мерседес так и не смогли производить не на территории России, не на территории Беларуси. Максимум, что они могут делать, это собирать китайские автомобили более низшего качества, чем, например, европейские или американские технологии. Поэтому здесь технологии не будут фактором развития для этих государств, это будет как раз-таки фактором серьезных проблем, которые не позволят этим государствам иметь поступательное, а может быть динамичное, что необходимо в этой ситуации, развитие. Что касательно экономики Беларуси, если проанализировать за последние, наверное, 10 лет, то экономика Беларуси, даже при том, что в этот период достаточно серьезно развивалась IT-сфера, она не прирастает. Общий валовый внутренний продукт, он не растет. И Беларусь вообще показывает самый худший рост экономики из всех стран постсоветских практически. То есть это все сказки, которые рассказывает Лукашенко о гениальном руководстве. Вся экономика Лукашенко была построена на том, чтобы получать ресурсы в Российской Федерации. Он же все эти заигрывания с Западом, которые он осуществлял, например, после оккупации Крыма, временной оккупации Крыма, он делал только в одном, для того, чтобы оттуда попытаться получить какие-то технологии, а как бы предлагая России, ну если вы хотите, чтобы я был вашим союзником, дайте мне больше денег. Поэтому он выманивал у Российской Федерации как можно больше ресурсов, не заработанных промышленностью, экономикой, тратил их на то, чтобы поддерживать свою власть внутри страны, заигрывал с Западом, чтобы попытаться получить хоть какие-то технологии оттуда. Да, ну здесь, конечно, опять же, Китай, очень важный элемент, могут быть фактором, который даст какой-то импульс для технологического развития, но захочет ли Китай содействовать технологическому развитию России, Беларуси, будет ли являться этой для них стратегической задачей? Думаю, нет. Тактически, да, а стратегически, думаю, что вряд ли. Как-то вы, ваши ожидания от саммита Организации Объединенных Наций в Соединенных Штатах, стало уже известно, что туда полетит министр Лавров. Президент Зеленский, кстати, сделал достаточно и по части зачистки кадровой политики, он сменил министра обороны, он летит с некоторым выполненным домашним заданием. От американских наших союзников. И все говорят о том, что возможен какой-то контакт с тем, чтобы все-таки Украина не сошла со своего пути по части вступления в НАТО. Сценарий «Мир в обмен на территории» – это самый рискованный и опасный для нас, как нам кажется, здесь. По вашему мнению, каковы варианты завершения войны и может ли эта встреча лидеров в ООН каким-то образом повлиять? Ну, вы знаете, Организация Объединенных Наций переживает мощнейший кризис, кризис эффективности. Она не способна выдавать, принимать и реализовывать решения, которые бы гарантировали безопасность в мире, особенно в наиболее конфликтных ситуациях, которые вызывают опасения у большинства государств мира. Она не способна, поэтому здесь у меня пессимизм в этом плане. Да, как площадка для коммуникации, как площадка еще раз провести переговоры для того, чтобы решить задачи, связанные с поставкой оружия, создать коалицию по трибуналу по факту агрессии. Да, это необходимо, да, это важно, но я бы не ожидал здесь каких-либо прорывов. Скорее, время играет не в пользу нашу, я говорю, и в этом контексте Украины, Беларуси, поэтому здесь необходимо всем ускоряться, ускоряться и быть более настойчивым, более, скажем, принципиальным и жестким. Чего не отнять, конечно, у украинской дипломатии, она показывает, конечно, достаточно большую эффективность, но время, к сожалению, работает против нас. Что касательно, каким образом может завершиться война, но прежде всего война должна завершиться, конечно, только одним, это освобождение. Потому что все другие сценарии, они приведут к затягиванию конфликта и ее повторению через какой-то период. Я думаю, в этом сходится большинство экспертов. Вопрос, каких ресурсов, средств, прежде всего, человеческих жизней это стоит, да. И это самое главное, самое болезненное, за что переживаем все мы. Ну, когда-то мне один из политиков украинский сказал, что он не может себе представить сегодня среди политических элит Украины, чтобы кто бы то ни был и сказал, давайте подпишем мир и отдадим территорию. Этого политика просто не будет на политической карте. А если даже кто-то осмелится сказать, если даже, говорит, попробуем предположить, что такое решение будет принято, то украинское общество, это же общество демократическое и гражданское. Все равно в Украине очень много украинцев, представителей общества, которые с этим никогда не согласятся. А значит, они не согласят, значит, они будут бороться за освобождение своих территорий. Поэтому это сценарий, который, ну, в принципе, не должен быть вообще предметом обсуждения. Что касательно, как достичь это быстрее, кроме военных методов, я считаю, что здесь, конечно, необходимо более жесткие санкции, жесткие, сногсшибающие санкции, которыми, наверное, приостановились. В какой-то момент это позволило России где-то стабилизироваться, пусть и в кризисном состоянии, но стабилизироваться. Поэтому здесь необходимы масштабные санкции. Здесь мы, кстати, как демократические силы Беларуси имеем определенный экспертный опыт, потому что мы знаем, что санкции первично не применялись, потом применялись чуть больше, потом опять паузы. И к чему это привело? К стабилизации режима Лукашенко. Поэтому здесь нужно ставить этот вопрос, в том числе, используя площадку Организации Объединенных Наций. Это контроль за исполнением санкций, это гармонизация санкций, это вот проблема, связанная с обходом санкций, которая существует через все соседние страны с Российской Федерацией, потому что завозятся товары и так далее. Это применение финансовых санкций, это можно заблокировать всю финансовую систему. Но для этого нужны волевые политические решения. То есть политики, которые за это отвечают, они должны понимать, что это приведет, конечно, к последствиям для них, но это приведет к тому, что цель будет достигнута гораздо быстрее, меньшими человеческим числом погибших, и эта цель будет достигнута как можно быстрее. Может быть, надо смотреть на то, является ли Беларусь ключом, одним из ключей к решению этой проблемы. Мне кажется, что не совсем верный был подход принят в 2020 году, когда не поддержали демократические протесты в Беларуси, и это привело, в том числе из-за этого, это привело к войне. Если бы Беларусь сегодня была демократической стороной, территория Беларуси бы не использовалась для войны. Сегодня может ли она таким быть ключом? Уже сложнее, но вместе с тем Беларусь, Лукашенко, он до сих пор помогает обходить санкции в интересах Российской Федерации, производить оружие. Соответственно, нужно, и опять же, упразднение режима Лукашенко, как сказал один из бывших министров иностранных дел, это самые мощные санкции, которые можно ввести в отношении России. Выдача ордера на арест Лукашенко и потенциальное его задержание, что гораздо проще сделать, чем Путина, и последствий никаких не будет, это тоже очень мощный удар по системе России. Поэтому я бы использовал этот инструмент, и не потому, что я здесь представитель белорусских демократических сил, белорус, но мне кажется, на это нужно было бы обратить внимание. Ну, вариант внутреннего распада России, он маловероятен, хотя, конечно, сейчас там Кадыров приболел или вообще, может быть, заболел. И что будет за этим? Будут ли какие-то перестановки там? Спровоцируют ли этот распад в Российской Федерации? Одной Чечни, наверное, мало, но этот вариант маловероятен, но тоже, наверное, возможен. Самый, конечно, классический вариант – это физиология. Когда я был послом в Польше, я помню, мне один из замминистров иностранных дел, это уже много лет тому назад было, сказал, «Проблему Беларуси решит физиология». Ну вот, физиология, она же, конечно, неумолимая. Годы идут, и мы видим, как они выглядят оба на этих встречах. Но надеяться на это – это позиция слабого. Это как сидеть у реки и думать, что труп врага проплывет когда-то, да, по течению. Это такой, скажем, неверный подход. Ну а затягивание конфликта – это еще больше жертв, это еще больше ресурсов, которые будут тратиться на эту войну. Ну, это отложенные вызовы, отложенные войны на будущее. А скажите, при таких условиях, скажем, Тихановская могла бы вернуться, ее команда могла бы вернуться, или это немножко такой самоубийственный сценарий для Беларуси, для белорусской оппозиции? Потому что, мне кажется, вести борьбу против режима за пределами страны весьма и весьма затруднительно. Вы знаете, Юлия, ну сегодня это нереальный сценарий, потому что с момента, как говорится, одна нога на территории Беларуси, все те, кто является, по мнению режима, врагами, они подлежат задержанию, аресту и помещению в тюрьму, и никто не сможет добиться их освобождения. Это не спровоцирует, что люди выйдут на улицы и освободят тех, кто примет решение вернуться на территорию Беларуси. Поэтому сегодня это невозможно, это просто бессмысленно. Возможно, все. Просто бессмысленно. Это попасть, как говорится, в петлю просто полезть и быть повешенным. Но это не означает, что это не может произойти. Но для этого, конечно, необходимы достаточно критичные ситуации в Беларуси. Это подпольное движение, это победа Украины, это приближение к победе Украины, освобождение территории Украины, это ордер на арест Лукашенко, это более мощные экономические санкции, это нужно использовать три силы. Внутреннюю, внешнюю. Это наши добровольцы, воюющие в Украине. Да, они не пойдут как военнослужащие в СУ в Беларусь, но они могут пойти просто как граждане Беларуси. Им же на это не надо согласия, им же никто не запретит это. Поэтому это нужны действительно такие факторы, дестабилизирующие ситуацию внутри страны. И вот тогда, конечно же, те, кто сегодня занимается изменением в Беларуси из-за границы, должны вернуться, обязаны вернуться, даже несмотря на те риски, которые будут. А сегодня, как мне когда-то сказал один вице-президент Бундестагена, почему вы не поступите как Навальный? Он мне привел пример. Я говорю, ну да, то есть можно, конечно, так поступить, и мы знаем последствия. То же самое Мария Колесникова. Я думаю, когда она разорвала свой паспорт в 2020 году на белорусско-украинской границе, она рассчитывала, что ее освободят Беларусь. Но это не произошло даже в 2020 году. Сейчас это нереально. Нет демотивация и тоталитарная система, страх, подавление. Но это не означает, что люди изменили свою точку зрения. Они не изменили свою точку зрения. Я благодарна вам за возможность услышать вашу точку зрения. Спасибо огромное. Как говорил украинский поэт Буритасе по городу, тут другого пути нет. Напомню нашим зрителям, что на связи с нами был белорусский оппозиционный и политический лидер, дипломат посол Павел Латушко. Спасибо и до скорой встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...